А прямо сейчас заключительная часть проекта Натальи Кечиной «30 лет перестройки». Подводим некоторые итоги. Перестройка, конечно, очень изменила общество, но, как выяснилось позже, далеко не все надежды этих лет оправдали себя. Слово автору. Партнеры проекта. Компания натяжных потолков «Блейхер». Работаем по ценам 2014 года. Беспроцентная рассрочка. Компания «Стройсервис». Долевое от застройщика на перекрестке Краснодарская-Армейская. Однокомнатная от 1 миллиона 650 тысяч рублей. Главным, наверное, безусловным достоянием перестройки было, конечно, гласность, снятие табу с многих тем, изменение общественного сознания. При Грущеве я ждал одного, при Брежневе другого и так далее. Но всякий раз это был период такого томительного ожидания. Ну, когда-то же это все должно кончиться. И тут вдруг все кончилось. Я не мог предположить, что у Горбачева отведен такой исторически короткий срок. Я думал, что раз пришел нормальный человек, который не учит художников, как рисовать, и не учит писателей, как писать. Но Ироткевич признается, после череды престарелых и местами уже неадекватных первых лиц Советского Союза, приятно было увидеть наконец-то относительно молодого энергичного человека, который открыл шлюзы, позволил читать и говорить все, что хочешь. Человек ушел от власти и воспринял это нормально. Для него большей трагедией была потеря Раисы. Вот ты понимаешь, когда я увидела, что человек так любит женщину, если человек способен так любить женщину, значит он может и свою родину любить. Раиса Горбачева некоторых тогда и очень раздражала. Ведь впервые в новейшей истории первая леди СССР стала везде появляться с супругом. Всегда элегантно, одета с иголочки, шине и костюмы в доме моды на Кузнецком мосту у Вячеслава Зайцева. И многие с интересом рассматривали и брали на вооружение. В чем же сейчас будет одета первая леди? С моей точки зрения, она как раз одевалась действительно, как полагается, первой даме в стране. Вот она так, чтобы подчеркнуть то, что она и вроде как при моде, и в то же самое время она очень умеренно так все это использовала. Тогда мы еще не знали, что под ярким солнцем свободы одинаково буйно расцветают не только розы, но и чертополох с марихуаной. В 90-е появляется преступность и рэкет, фонограммный шоу-бизнес и порнография практически в открытом доступе. Горбачеву потом вспоминали и сухой закон, и Чернобыль, о котором очень долго вообще нельзя было говорить, и пустые полки в магазинах, но и главное, произошедший в 91-м году, развал СССР. Что значит развал Союза? Мы собирались силой удержать людей, которые, в принципе, и так, и на всем протяжении существования СССР, посматривали в сторону, суверенить это, так мягко скажем. Что значит развалил Союз? Взял лом, разломал, что ли? Ничего подобного. Он дал людям возможность выбрать, самоопределиться. И обвинять его в этом сейчас, я думаю, очень несправедливо. По мнению политолога Сергея Комарицына, главная ошибка Горбачева – это то, что он поставил телегу впереди лошади. Вместо того, чтобы начать реформу с экономики, он в первую очередь занялся политическими реформами. Нравилась все это интеллигенции, которая надоела вся та старая система. Но при этом интеллигенция ведь рубила как раз сукна, которым она и сидела сама. Потому что при советской-то власти, в общем, ей живось совсем неплохо. Потому что все относительно же надо сравнивать. В Советском Союзе был самый большой в мире средний класс. Самый большой в мире. И к нему относилась наша отечественная интеллигенция. Ну а сейчас она к нему не относится, к среднему классу. Когда Алексей Баби в 88-м году открыл учебный центр по персональным компьютерам, считал, миссия у него не только техническая – обучить людей, но и политическая. Мне тогда казалось, что вся проблема в том, что невозможно просто вот эту вот правду донести. И как только ее донесешь до людей, а у них глаза сразу и откроются. Ну вот практика показала, что нифига. Тут донесли уже, так сказать, сколько хочешь, а они глаза открывать и не хотят, и не собираются, и не будут никогда. Грустно от того, что через 30 лет глобально мало что изменилось. Как писали про развал экономики, жилищные и социальные проблемы, так и пишем. Изменилась разве что наполняемость полок в магазине и доступно в любое время в неограниченном количестве спиртное. 25 декабря 1991 года, после подписания главами 11 союзных республик Беловежского соглашения о прекращении существования СССР, Михаил Сергеевич сложил в себя полномочия президента Советского Союза. Его преемником стал Борис Ельцин, но руководил он уже совсем другой страной. Наталья Кичина, Станислав Салтыков, Новости ТВК. Партнер проекта – Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Красноярский кинограф». Субтитры создавал DimaTorzok